Добрый день, дорогие зрители и гости моего канала. С вами Виктория Снежная. И в этом видео я покажу вам свои новинки домашнего и, так сказать, выходного гардероба с Китая, как всегда. А сейчас я буду убеждать вас, что я не дурак и что это две абсолютно разные вещи, но мне почему-то кажется, что разницы между ними на самом деле мало. Это две вот такие вот черные кофты и суть у них одинаковая. Идет шнуровка от шеи до декольте. Кофты очень похожи, и ткань похожая, и типаж похожий, но вот у кофты, которая идет именно первозданным бренду Churisys, здесь шнуровка намного-намного удачнее. В этой кофте вы сами вынуждены сначала им продевать, а во-вторых, честно говоря, я даже не знаю, как ее так завязать, чтобы она нормально смотрелась. Сама беревка очень-очень странная, и на конце она пушится. Вот, поэтому все-таки между этих вот двух кофт, если нужно вдруг выйти и кого-то соблазнить, я правда не знаю, кого и мужа, вот, то это однозначно вот эта кофта, а если просто по ногу помягать, то можно и в этой. Вы прекрасно знаете, что мой супруг военный, и да, сосед, правильно, лучшее время, лучшее место для того, чтобы начать ремонт, и прекращающийся причем. И поэтому армейская какая-то атмосфера не может не проникнуться в образ жизни, в гардероб, в конце концов, поэтому вот такая вот футболочка с надписью ARMY была заказана. Она мне очень нравится, мне нравится, как она сидит, и что очень похвально, материал не дичайшая синтетика. Мне кажется, что здесь все-таки какая-то примесь хлопка есть. И она легкая, она отлично подойдет на лето, сеточка позволит вашему телу дышать. Причем эта сетка не выглядит пошло, это действительно, знаете, больше мне напоминает какой-то спортивно-американский стиль. И еще одна, господи, как это писать ты, господи, боже мой, кофточка. И еще одна кофточка, это вот такая вот кофточка с крыльями на груди. Да, у вас будет крылатая грудь. И так действительно было задумано. Нет, это не вырез на спину, и так должно быть, все нормально. Китайцы так это и задумывали. Мне нравится, как она сидит. Единственное, что да, задача вот крылья спереди, несколько ломает мозг. В остальном мне очень нравится, как она на мне выглядит. И последняя, собственно говоря, гвоздь программы, это вот это вот весеннее платье. У меня сейчас за окном снега, просто 20 марта, а там снега столько, сколько не было в декабре. И я даже не представляю, когда, когда же наконец-таки мне удастся поносить вот такие вот вещи в полном том объеме, в котором я хочу, потому что из того года платьев таких много, и в этом году что-то уже покупается, приобретается. И так хочется все это одевать, носить и быть прям девочкой-девочкой, но суровая, брутальная работа. Вылезы постоянно из-за козельска в Калугу по дикому бездорожью, не предполагают это. А еще погода, которая никак не хочет побаловать центральные широты каким-то теплом, увы и ах, обламывает очень сильно. Но платье мне очень нравится, оно и по ткани, как всегда, достойное, потому что вот сколько уже вот подобных платьев заказывала, ткань, конечно, отличная. Сидит хорошо, мой размер S. И рисунок весенний, яркий, ненавязчивый. На сдачу были заказаны вот такие вот очаровательные носочки, они очень милые. И я не люблю носить цветные носки именно на улицу, но люблю ходить в нечто подобном дома. А дома я постоянно в носках, даже сейчас под это платье я в носках, причем суровых, зимних и брутальных. Поэтому, ах, приятная штука. Ну вот и все, спасибо большое за просмотр, всего вам самого-самого хорошего. Вдохновляйтесь, преображайтесь, ведь скоро все-таки весна. До новых встреч, не забудь подписаться на канал и в группу ВКонтакте. Ну, можешь что-то зайти в инстаграм, там тоже бывает интересно. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok